У нас наши предприятия сейчас не то что еле дышат, они мертвы и были целенаправленно разборованы и разграблены и уничтожены. Все практически 99% муниципальных и государственных предприятий переведены в частную собственность. Техника разрушена, капитализация их растащена по карманам. И одни жулики и воры сменяют других, нанимают высокооплачиваемым поликтехнологам и извините меня за это, дурят голову людям, телевизорами, которые захватили. Телеканал губерния, он полностью подконтролен финансированием краевому бюджету. Губернатор им управляет. И вот этот телеканал сказал, что коммунистам они не дадут ни одной секунды выступления на губернии. Вы никогда не увидите там коммуниста. Сейчас мы с большим трудом добились, чтобы наши кандидаты были на этом телеканале, исходя из того, что федеральный закон есть, который обязывает этот канал на предоставление бесплатного времени. Только поэтому там есть 10 секунд, когда нужно успеть сказать что-то своим избирателям. Но вы же понимаете, что можно за 10 секунд сказать? Да практически ничего невозможно. Отойти на 50 метров. 10 секунд закончились. Но при всем при этом мы там видим выступление фургала нашего губернатора постоянной, который говорит и подчеркивает, я член ЛДПР, никуда не выходил. Я вот от этой партии. Рядом с ним в роликах постоянно мелькают кандидаты, которые идут от ЛДПР. Хотя ранее он говорил, что я не буду никого поддерживать, ни за кого агитировать, я за честные выборы. Посмотрите губернию. Там вот один через одного кандидата от ЛДПР рядом с губернатором стоят. Специально, чтобы людям опять мозги запудрить, чтобы сголосовали за эту ЛДПРщину, Жириновщину. Хотя нужно судить их по делам. По делам судите их. И вот смотрите, какие дела у них. Вспомним последний антинародный людоедский закон. Пенсионная реформа. Какая из партий выводила тысячные митинги на улице и бастовал против, и требовала от власти отмены этого закона? Только КПРФ. Ни ЛДПР. Ни какая-то вот эта родина, которая перед выборами возникает. Ни тем более вот эти вот коммунисты России, которым чемоданами деньги Кремль дает перед выборами. Никого не было. Только коммунисты поднимали. КПРФ людей выводили, бастовали против этого закона. Когда в Государственной Думе шло голосование по пенсионной реформе, коммунисты единогласно своей фракции кричали с трибуны, говорили, нельзя этот закон принимать. Пересмат нельзя, категорически против. Знаете, где ЛДПР было в этот момент? А они взяли, ушли просто и все. Чтобы потом сказать всем, что мы тоже не голосовали против. Ну да, они не за, не против. А нет. А если бы две фракции голосовало против, то в Государственной Думе это бы удвоилась бы сила, и этот бы закон бы не прошел. Но они самоустранились. Они всегда идут параллельно с Кремлем и с властью. Жириновский с экранов телевизора вам заявит одно, но голосование когда будет, они проголосуют вместе с Единой Россией. Поэтому ЛДПР это сейчас самая большая угроза, которая может сюда пройти. Деньгами они заваливают все эфиры. В Хабаровске, вот я солнечно, мы сюда только приехали, еще весь не приехал. Весь Хабаровск увешан баннерами ЛДПР. Вот вы вдумайтесь, только в бюджеты какие они уже потратили. На избирательную кампанию они уже потратили 20 миллионов рублей ЛДПР. При том, что Компартия Российской Федерации с членскими взносами, вот мы все миллион рублей потратили на выборную кампанию против 20. Единая Россия уже потратила больше 70 миллионов на свою выборную кампанию. Вдумайтесь, просто 70 миллионов рублей. Это Вика Цыганова, все в ее вот этих баннерах. Мэр Кравчук в городе Хабаровске, работая каждый день, водит за собой за ручку то Цыганову, как компрессарио. Вот она Цыганова, посмотрите на нее Вика. То он водит кандидатов от Единой России и говорит, хорошие парни, нужно за них голосовать. Человек при исполнении, и он водит их. Вот у нас в городской программе своим кандидатам мы написали один из пунктов, что в случае прихода к большинству коммунистов, мэра этого мы посадим на велосипед. Весь автопарк его, Лексусов мы распродадим, будь на велосипеде на работу ездить или пешком ходить. А потом еще мы ему вот он недоверие вынесем, потому что депутаты местного самопроводства, городской думы, имеют такое право отзывать мэра и снимать их. Такой бездарный мэр, который сейчас там существует, в Хабаровске сидит, потому что из 35 депутатов городской думы 33 единороссы. Представьте, вот расклад сил, 33 единороссов в городской думе Хабаровск. В Краевой думе из 36 депутатов 30 единороссов. Они оккупировали все кабинеты, везде они одни. И они вместе ЛДПР и Единая Россия делят. Они делают иллюзию вам выбора, что вы подумаете, так, за Единую Россию не будем, они плохие. Кто у нас? ЛДПР, давайте за них. Но вы очень сильно заблуждаетесь в том, кто эти люди. Ни в коем случае за них голосовать нельзя, потому что потом горючими слезами мы будем здесь плакать, что будет происходить. Весь этот мед, который льется с их уст сейчас, после 8 сентября изменится. Будут подниматься тарифы ЖКХ, они уже сейчас поднимаются. Будут расти цены, предприятия будут разваливаться, потому что Фургал уже доказал то, что он разваливает предприятия. Последний край автодор он забанкротил уже, когда он уже был губернатором. Поэтому никаких вот этих партий. Дальше коммунисты России. Их бюджет на эти выборы, вот подумайте, да, вот партия, у которой нет членов. Она не парламентская, ей никаких денег не выделяется. Нет у нее ни райкомов, ни коммунисты должны быть райкомы, крайкомы, как вот у КПРФ есть. 22 миллиона рублей потратили на выборную компанию. Где эти люди их взяли? Все им чемоданами дали из Кремля. А знаете почему? Потому что вдумайтесь, против какой партии с одинаковыми названиями власть выставляет аналогичные, чтобы по ошибке люди заблуждались. Только против КПРФ. Они создали коммунистов России. Они создали КПСС, там казачья партия союза какого-то. Они еще там каких-то коммунистов создали. У них есть партия Родина, которая сейчас пишет заявление, чтобы снимать наших кандидатов пачками. Это Родина, это коммунисты России. Сейчас к этому подключились ЛДПРовцы. Перед тем, как выборы еще не начались, они начали в массы насаждать такую мысль. Закидывать зернышки. Сейчас нам нужно оппозиционным партиям всем объединиться в борьбе против единой России. Мы должны быть как один, только единой России наш враг. Ну и что вы думаете, сейчас выборы начались. Начали писать заявление на наших кандидатов, которые по соцопросам обходят этих ЛДПРовцев бездарных. И начинают писать заявление, чтобы снимать их с выборной гонки. Но это у них не проходит. Все эти нападки юридические мы отбиваем, потому что все документы оформлены у нас всем соответствием закона. Посмотрите, что произошло в Комсомольске. Из пяти краевых депутатов в Комсомольске эта власть сняла всех. Самым мошенническим путем не зарегистрировал кандидата. Ни один депутат в Краевую Думу от Комсомольска, от КПРФ на выборы не пошел. А знаете почему? Потому что по всем социологическим вопросам на прошлых выборах, именно в Комсомольске оплот КПРФ. Потому что люди помнят, что здесь это такое. И голосуют. И больше всего голосов мы здесь набираем. Поэтому, зная это, они просто берут и не принимают документы и не регистрируют обманным путем. Вот что сейчас делает действующая власть. Вот какие времена у нас настали, товарищи. Помните это. И еще помните, что на все сельское хозяйство в 2018 году было выделено всего 80 миллионов рублей. И сейчас вспомните, что на Единую Россию уже потратили на Вику Цыганову 70. А на зарплаты членов избиркомов потратили 250 миллионов рублей. Ну вот такой расклад сейчас по бюджету. Поэтому никакого проверенного выбора, сейчас лозунг, любимые ЛДПРовцы, проверенный выбор, они на всех счетах пишут. Проверенный выбор у нас только один. И это КПРФ. Единая Россия говорит с экранов телевизора теперь. Не смотрите на партию, а главное люди. Только при социализме главное люди. Ни при каких других условиях. Поэтому за Хабаровский край, за достойную жизнь, за КПРФ. Спасибо, товарищи. За КПРФ! Спасибо, Сергей Сергеевич. Я хочу предоставить слово Папуловой Лене. Добрый день всем. Меня зовут Папулова Елена. Я из Комсомольска-на-Амуре. Мы приехали поддержать здесь наших товарищей, идущих в городскую думу, в законодательную думу Хабаровского края, членов КПРФ. Я сама беспартийная, но баллотируюсь от Компартии, потому что я и мои товарищи общественники, которые весь год понимают, что городской бюджет, благополучие города зависит от городского бюджета, который прежде всего наполняет муниципальные предприятия. Мы весь год боролись за спасение муниципальных предприятий нашего города. И в этой борьбе поддержала нас только КПРФ. Мы обращались к представителям партии местного отделения ЛДПР. Помогите собирать коллективные подписи, подписи под коллективным обращением к депутатам нашим, к главе города, к тому же губернатору нашему Фургалу против продажи муниципальных предприятий. Отказали нам члены ЛДПР, не стали они в этом принимать участие. Мы проводили пикет против продажи асфальтобетонного завода в городе, потому что это муниципальное предприятие, прибыль и налоги от которого идут в бюджет города. Стояли в пикете, пришли, в это время ЛДПР проводили свой митинг. Мы пришли к ним со своим плакатом, на котором написано три слова «Руки прочь от асфальтобетонного завода». Так, не дали они нам развернуть этот плакат на своем митинге? Вот когда, говорит, будет символика ЛДПР на этом плакате, тогда мы и позволим вам. Я говорю, ну мы же общественники, мы же за город, и вы вроде за город, понимаете? Так вот, эта партия уже не стояла за интересы народа, она уже ничего не сделала в защите муниципальных предприятий, она и не сделает ничего больше. Они только говорят сейчас и обещают всем нам золотые горы. Вот это и есть проверенный выбор. Вот так мы их проверили на их готовность и желание бороться за интересы трудящегося народа в нашей стране. Поэтому только за КПРФ, только за социализм. Спасибо большое, товарищи уважаемые. Вот если есть какие-то вопросы к Николаю Николаевичу, мы можем поотвечать. И к Дмитрию, к кандидату от Солнечного района. Пожалуйста, подходите, задавайте, не стесняйтесь. Давайте, чтобы мы не утомляли уже своими выступлениями. Можно даже подойти ближе 50 метров от Солнечного района. А я закончу, друзья, мы спасли у себя эти три предприятия. Рума, трамвайное управление, асфальтобетонный завод, все работаем. Ну, трамвайное управление повисло пока, но те предприятия работают. Молодцы. Мы пасаран! Молодцы.